И это тема психологическая и этическая, как так можно. Замечания и предупреждения. Начнем с того, что в правилах у нас написано до первой минуты. Если нет оцениваемых движений, должно быть замечание. Ко второй минуте, если нет оцениваемых действий, должно быть предупреждение. Давайте остановимся на этой теме. Борьба равная. Два хороших мастера. Вы судья. И если у вас нет уверенности в своих действиях, то спортсмены, мастера спорта чувствуют это совершенно четко и быстро. Для того, чтобы этого не случилось, необходимо запомнить первое. Замечание до одной минуты. Это не говорит о том, что необходимо ждать минуты, или там 55 секунд, для того, чтобы объявить замечание. Если можно замечание объявить на второй секунде, это необходимо делать. И вас не осудит ни тренер, ни спортсмен, ни зрители. Первый же выход за ковер. Выход за ковер. Сейчас вы все должны знать. Это две точки. Это борьба на ковре. Как только он вышел двумя ногами за ковер. Не в борьбе, а сам вышел. Не надо ждать, что он второй раз выйдет, третий раз выйдет. Тут же необходимо дать замечание. Какие еще поводы дать замечание... Какой повод дать замечание на первых секундах, если есть такая... Вернее, это необходимо надо делать. Где у нас бой? Борец ушел, что ли? Я же, вот здесь, посиди. Самая тяжелая борьба за захват, вы знаете, да? Когда борются с серьезными спиратами. И вот все он сделал, он взял захват. За пояс. Сейчас обязательно нужно пройти бросок. Спортсмен встает на колене. Какое бы я уже движение сделал, оценки у меня не будет. Как только вот при такой добег встает на колене, не надо ждать второго раза. Тут же объявляется замечание. Точно так же добился я хорошего захвата, опять так. Он раз рукой. Нет, не на колене, а рукой встал. То же самое. Тут же замечание. Следующая. Следующая. Борьба лежа. Упали мы, оценок никаких нет. Но я прижался к груди, и судья фиксирует удержание. Я продержал пять секунд. Это активная борьба во двору. Значит, как только это случилось, тут же, особенно это я говорю, когда необходимо дать замечание в самом начале. Тут же встает и показывает замечание тому, кому сделал я начало удержания. То же самое касается и болевого. Если была фиксация болевого, фиксация, и человек уходит, это опять же хороший повод. Никто вам никогда не предъявит никаких претензий, если вы тут же объявите замечание этому спортсмену. Вы объявили замечание к красному. Борьба опять идет очень тяжелой. Никаких технических действий нет. И если вы не объявите замечание синему, то после минуты вам будет необходимо объявлять предупреждение. А замечание у вас только одно. И значит, заканчивается вторая минута, вы будете необходимы давать предупреждение спортсмену, у которого есть замечание. А в этот момент активнее совершенно другой борец. И вы себя ставите тем самым вступить. Поэтому, если борьба равная, надо, необходимо, дать замечание одному спортсмену. И за не ведение борьбы обязательно, вот я считаю, надо дать замечание на первой минуте и второму спортсмену. Тогда у вас будет спокойно проходить вторая минута. Или спортсмен не борется, или он выходит за ковер, вы спокойно даете предупреждение именно тому спортсмену, который в данный момент менее активный или уходит от борьбы. Это понятно в качестве шагов, которые необходимо делать субъект. Теперь уже конкретно переходим к самим пунктам. Замечание предупреждение. Нарушение правил, за которые спортсмен может быть сделано, замечание читается. Разговоры на ковре. Ну, здесь не надо ничего объяснять. Разговоры спортсмен на ковре может только бороться. И никаких разговоров быть не может. Он плохо меня, он меня толкает, он меня кусается. Это все должен видеть сам арбитр. Уклонение от схватки. Уклонение от схватки может быть очень много. Он хочет взять захват. Перебери захват. Вот это вот сразу у нас идет замечание. Уклонение от борьбы. Он идет на меня, хочет взять, а я бегу по кругу. Он меня поймать не может. Уклонение от борьбы. От схватки. Только он берет захват, я встаю на колено, я опираюсь на руку. Это все уклонение от схватки. Этих примеров очень много. Точно так же, как я взял хороший захват, он делает вид, попробуй с коленой, я делал что-то. А ну ты опускаешь и держишь на ногу. Это тоже уклонение от схватки. Еще раз показываю. Я взял захват, он чувствует, что у меня хороший захват, он вот так вот встает на колено. Следующий момент. Многие. Многие захват за ноги делают, броски. Но многие имитируют. Многие встают на колено, на колени. Потом хватают за ноги. И вот ползают. Опять-то. Мы боремся, боремся. Чуть-то у меня хороший захват, он опять встает на колени. И хватает за ноги. Это тоже уклонение от боли. Замечание. Опоздание на ковер после вызова свыше 30 секунд. Уход с ковра без разрешения от бита, в том числе и на оказание медицинской помощи. Вот самостоятельно решил пойти в угол для того, чтобы вам оказали помощь. Это тоже уклонение от боли. Я сейчас эти пункты все зачитываю для того, чтобы было понятно, потому что здесь есть переходы. В течение схватки одному спортсмену может быть сделано только одно замечание. Дальше, если идет наказание, то идет очередное наказание. После замечания идет предупреждение, после первого предупреждения идет второе предупреждение. При необходимости объявить третье предупреждение, схватки останавливаются, победа присуждается противнику этого спортсмена. Кроме замечаний, спортсмену может сделать предупреждение. Я единственное, что, конечно, пропустил, сейчас я еще раз остановлюсь. Уклонение от схватки. Это статья 34 наших правил, где просто она называется уклонение от схватки. Я все эти пункты вам зачитаю, чтобы вы понимали, что такое уклонение от схватки. Свободный выход за границу рабочей зоны в положении стоя и лежа. Стоя, это понятно. Две ступни. Лежа. Это точно так же уползание не с болевого, не с удержания, а просто уползание, когда мы будем, всегда берут и уползают. Или так. Или так. Граница у нас. Это точно так же замечание, как уход с ковра. Отсутствие реальных попыток проведения приемов. Положение стоя. Мы боремся. Вроде хороший захват. Но я никаких движений не делаю в течение ни минуты ничего. Вот я хожу и все, и ничего не делаю. Это тоже уклонение от борьбы. Имитируя атакующие действия. Это мы показывали. Когда он прыгает на колени, руки свободны, без захвата. Это имитация проведения приемов. Это также уклонение от борьбы. Переход в положение лежа без реальных попыток проведения приемов. То, что можно говорить. Явное выталкивание с ковра. Явное выталкивание с ковра. Я всегда понимал это в одном положении. Руки прямые. Корпус. Отклячит. И я вот методично его выталкиваю с ковра. Это часто бывает. В борьбе может быть по-другому. Но вот одним из признаков это прямые руки и выталкивание с ковра. Это вот те основные моменты, которые касаются уклонения от складка. Предупреждения с предварительными замечаниями. Это те предупреждения, которые даются только после замечания. Опоздание на ковер в течение одной минуты. После этого дается замечание. Предупреждение. Один балл. Уклонение от схватки. Это как бы идет повторение. Но это уклонение от схватки. Первое это замечание. Уклонение второе от схватки это предупреждение. Уход с ковра без разрешения арбитра. Пункты эти повторяются. То что было и замечание, то же самое и предупреждение. Предупреждение без предварительного замечания относится. Это те предупреждения, которые не требуют, чтобы человеку было замечательно. Это сразу дается предупреждение. Неэтичное поведение представителя, тренера или других участников команд, которые находятся вблизи ковра. Часто сейчас бывает и на наших соревнованиях, и на других соревнованиях. Идет борьба. Есть секундант. Если он начинает кричать или показывать, что оцените, синий не борется или один балл. Объявляется предупреждение спортсмена. А. Представитель или так секундант удаляется из зала. Но помимо этого стоят, команды стоят, тренеры стоят. И точно так же у ковра кричат, синий не борется, красный балл. Можно точно так же остановить сватку. Объявить предупреждение спортсмену. И сказать, еще раз будет объявлено второй пункт. И сразу наступает полная тишина. Не надо просто этих моментов бояться, иначе у нас иногда соревнования переходят на большой балл. Баллан. А с балкона. Еще раз. А с балкона. Из балкона. Ну вообще у нас написано «близи ковра». Ну в зависимости от того, конечно, здесь нет четких границ, что такое «близи ковра» или «близи ковра». Ну если грубо ведет себя представитель, а вообще, судя на мыло, что вы там творите, можно, я считаю, точно так же дать предупреждение. Умышленные нарушения спортивной формы. Умышленным нарушениям спортивной формы относится много. Первое. Большая привычка у спортсменов. Вы ходят, поздоровались и начинается дело. Это умышленное нарушение спортивной формы. Вы задираете рукава, потом начинается сватка, они у вас по колено, по локоть. Следующее. Поднимаете точно так же. Это нарушение спортивной формы. Нарушение спортивной формы. Вы устали. Вы в партере лежите и незаметно себе шнурок развязываете. Если увидел арбитр это, то тут же объявляется предупреждение. За умышленное нарушение спортивной формы. То, что так же у нас будет завязывать узел теперь из дзюдора. Где берешь конец вот так, дергаешь, вернее вот этим пальцем. Дергаешь, дергаешь и пояс развязывается. Если арбитр это заметил, обязан будет объявить предупреждение за умышленное нарушение спортивной формы. Интересный момент. Вы знаете, что оказание врачебной помощи у нас оказывается в том случае, если есть царапина, кровь на видимых частях тела. Я увидел эти видимые части тела и отвожу его в обувь к врачу. Называю врача. Дышит, что тяжело, он тоже устал, развязывает пояс, подышает. Закончилось оказание медицинской помощи. Я вывожу его на центр, объявляю предупреждение за нарушение спортивной формы. Умышленное. Развязывать пояс во время оказания медицинской помощи шнурков запрещено. Это один из важных пунктов, которые обязаны знать наши многоуважаемые судьбы. Запрещенный прием. Также объявляется предупреждение без замечания. К запрещенным приемам. Статья 36. Относится. Если кто имеет правила, или кто не имеет, или кто-то знает, когда будет читать. Вот есть статья 36. Запрещенные приемы. Они описаны здесь все. Кроме пункта Н. Наташа. Этот пункт относится к замечаниям. Он как бы случайно попал в эту статью. Я сейчас к нему подойду, я тогда вам объясню. Что такое запрещенные приемы? Бросать противника на голову. Бросать захватом на болевой прием, рычаг, узел. И бросать противника, падая на него всем телом. Очень стало модно, и сейчас это карается очень жестко. Вот такие броски. Я, вернее, или вот здесь вот вперед, я фиксирую руку. И делаю какой-нибудь прием, там, я не знаю какой, любой прием вперед, но делаю рычаг узел. Здесь тут же необходимо остановить схватку и сделать предупреждение спортсмену за проведение болевого приема в стойке. Точно так же узел может быть, какой-то вот этот бросок. Тоже необходимо тут же делать предупреждение. Делать удержающий захват, а так же зажимать соперника рот, просто спрекаться на дыхание. Но часто я там в борьбе лежа, конечно, наблюдать. Вот пункт, который очень спорный. Наносить удары, царапаться, кусаться. Вот наносить удары, вот я понимаю, что я делаю грубо подсейшку. Вместо того, чтобы подсейшку там делать, я беру, просто стою и бью. Ну вот, это, наверное, удар. Но под ударом, вот мы стоим, и я ему сделал удар. А если сколько это? Вот это уже не подходит на ряду, это грубое ведение борьбы, которое карается снятием спортсмена соревнований. Не со схватки, а соревнований. Он снимает соревнования и получает последнее место. Вернее, никакого места на этих соревнованиях не получает. Точно так же и кусаться. Вот, вы знаете, был случай у нас на молодежке, когда спортсмен попадает на удержание, он его держит, нижний спортсмен кусает его за грудь, до какой степени, что чуть ли и кровь не пошла. Конечно, этот скрикивает, встает, и вместо того, чтобы его снять соревнования, читают правила и начинают объявлять за укус предупреждение. Лишается он удержания 4 баллов, и получает предупреждение 5 баллов. Еще остается с кровью грудью. Это тоже грубое ведение борьбы, за что необходимо снимать соревнования. Ну, под укусами, я еще раз говорю, тут, в общем-то, я бы этот пункт ослез бы все-таки к грубому ведению борьбы и снимал по соревнованиям. Но это будет, вот обсуждаются эти сейчас новые правила, но, по крайней мере, пункт грубое ведение борьбы у нас в правилах есть. Его можно применять. Делать какие-либо приемы на позвоночник, скручивая шею руками, ногами, сжимать голову противника, придавливать ее к ковру, выпрямлять скрещенные ноги на туловище соперника. Ну, пункт большой. Ну, тут расшифровывать больше ног не надо. Приемы на позвоночнике, ну, это ясно. Это вот такой прием на позвоночнике. Да? Скручивать шею, понятно. Прижимать голову к ковру, это понятно. Выпрямлять ноги. Сейчас у нас разрешено скрещивать ноги на туловище, все вы это знаете. Но нельзя их упрямлять, сдавливая и ломая ноги. Вот это запрещено. Упираться руками, ногами или ногами в лицо противника. Ну, мне кажется, это тоже понятно. Особенно, когда находится в положении ноги. Ну, давить так, давить так. Вот так удобно. Вот этот пункт тоже очень часто почему-то как-то проходит к нему. Надавливать локтем или коленом сверху на любую часть тела проактивного. Я начинаю делать болевой прием с того, что ставлю колено и всех телом надавливаю на него. Это запрещенный прием. Колено можно подводить. Колено можно выжимать. Но нельзя. Колено ставить на тело и нажимать. И точно так же это локтем. Вот этот пункт проходит почему-то мимо, часто. Судей. И они не реагируют на проведение запрещенного приема. Делать захваты за пальцы рук и на ногах противника. Ну, здесь вроде все нормально. Это все понимают. В борьбе стоит. Захваты за пальцы. Захват за кисть можно делать. Захват за пальцы нельзя делать. Ну, и за пальцы ног это когда мы делаем болевые приемы или там начинаем доставать ногу и так далее. Захваты за пальцы запрещены на руках и на ногах. Очень часто, конечно, при болевом дощахе локтя не могут выходить и начинается вот это движение. Тут же объявляется предупреждение. Делать загиб руку за спину, болевые приемы на кисть. Ну, это то же самое. Выкручивать ногу противника за пятку и делать узлы на стопу. Очень важный момент проведения опереского приема. Мы... Как определить, что делается правильно? Ну, что так неправильно... Смотрите, что неправильно. Вот посмотрите, что неправильно. Вот я пятку вывел, начинаю делать пятку. Я не делаю эту местную сухожилию, я делаю пятку. Я делаю ее вот так. Вот это вот звучит стопа. Это тут же должен быть свисток и тут же должно быть предупреждение. Правильное положение. Правильное положение, когда стопа полностью видна со спины. Рука лежит именно надмежно. И делается ахиллесом. Очень часто, при выкручивании защищающимся, получается положение, когда пятка начинает выкручиваться. Он сам выкручивался. Противник защищающийся может любым способом защищаться. А спортсмен атакующий обязан не проводить запрещенного приема. Поэтому, если пятка попадает так, он должен отпустить. Перевернуться. Сделай как угодно, но делай только правильно. Как только спортсмен выкручивается и у него попадает пятка так, тут же свисток и объявляется предупреждение. Это должен следить обязательно от гидро. Делать рычаг колена, перегибая ногу не в плоскости, а в дно естественного сгиба. Но это понятно. Естественный сбит может быть только в эту сторону. Если вы делаете и рвете связки, то это запрещенный прием. Что очень часто, особенно на спортсменах юных и взрослых тоже, проведение болевого приема рывком. Болевой прием можно только вытягивать. Делать рывком, когда человек не может успеть сгруппироваться или остановить этот момент, идет, соответственно, ломается рука. Поэтому это запрещенный прием. Поэтому нельзя делать рывками волевой прием. Это обязан можно следить орбитом. Это запрещенный прием. Вот пункт Р, который попал сюда. Брать захваты за шорты, за полы куртки, концы пояса, за рукава куртки соперника изнутри. Это замечание. Как этот пункт случайно сюда попал? Что значит имеется в виду? Значит за шорты нельзя брать. Ни стоя, ни лежа. Часто, когда человек встречается на удержание, схватить ему не за что. Он берет за шорты, за полы куртки и начинает переворачивать. Ни в коем случае нельзя поднимать. Надо дать одержать, но показать, что замечание спортсмену в красной куртке, если у нас где-то синий, мы даем. Значит нельзя брать за шорты, за полы куртки, спереди за ним, за концы пояса. И нельзя брать курточку изнутри. Или в четырех оканцах, или одним парком. Это замечание. Этот пункт попал сюда. Умышленно нарушать спортивную форму, вынимать руки из куртки рукавов, закатывать рукава куртки, снимать обувь сам и так далее. Вот то, что я вначале показал. Вот в этом пункте есть грубое ведение борьбы. Опять предупреждение. Хотя грубое ведение борьбы. Нет четкой границы, что такое грубое ведение, неэтичное ведение борьбы. За что мы даем предупреждение, за что мы снимаем соревнования. Но это вы, если вы чувствуете, что вообще нарушен так, что необходимо снять соревнования, вы останавливаете схватку, подзываете главного судьи и говорите, вот произошла такая ситуация. Я считаю, что за это спортсмену надо снимать соревнования. Но соревнования снимает только главный судья, поэтому это его прерогатива дать конечные результата вашим действиям. Если вы сомневаетесь, вы должны остановить схватку, подозвать главную судью и решить данную ситуацию. или это будет предупреждение, или это будет снятие соревнований. Нарушение дисциплины. Ну, это очень такое. Умысленное выползание с болевого приема или удержания за границу рабочей зоны. Ну, что такое выползание, мне кажется, говорить не надо, если я выползаю. Но опять показываю, и так, и так. Умысленное выползает, и точно так же выход за ковер с болевого и с удержания тут же дается предупреждение. Тут нет никакого замечания, дается предупреждение. Сразу забегу вперед. За проведение запрещенного приема, если он проводится дважды, то спортсмен снимается со схватки. Что такое запрещенный прием? Запрещенный прием я схватил за сапальцев. Запрещенный прием объявляется предупреждением. А второе, я пошел к врачу и развязал пояс. Это точно так же запрещенный прием, и вы снимаете со схватки. Запрещенный прием я сделал там, я не знаю, зажал ему рот, нос, затем рывком стал проводить болевой прием. Это второе предупреждение, что снимается со схватки. При уползании с болевого и с удержания, второе предупреждение дается. Второе предупреждение, два балла, он не снимает со схватки. Вот единственный пункт, где после умышленного ухода с болевого из удержания дается первое предупреждение, еще раз делается, дается второе предупреждение. Это понятно? Если два раза за шорты, то дается. Чего? Если два раза за шорты, то дается. Шорты это не запрещенный прием, это запрещенные действия. А запрещенные действия, первое дается замечание, второе раз дается предупреждение, третье раз дается второе предупреждение, а четвертый раз снимается со схватки. Значит, в ходе схватки первое и второе предупреждения делаются спортсмену по решению большинства голосов судей бригады. Каждому из спортсменов в ходе одной схватки может быть сделано в целом не более двух предупреждений. Занушение правил спортсмен может быть снято со схватки или дискулифицирован снять соревнования. За неявку на ковер более двух минут. Снимается не со схватки, а не соревнования, если на две минуты опоздал. За повторное проведение болевого приема, после я болел два запрещенных приема, снимается со схватки. Но если я провел болевой прием, резко вранул руку, и мы не знаем, то ли у него растяжение, то ли у него выявление, значит, идет финальная встреча. Я резко делаю болевой прием, он кричит от боли, вызывая врача, врач говорит, что у него растяжение связок, он не может продолжать схватку. В этом случае спортсмен, который проводил запрещенный прием, и если спортсмен не может продолжать схватку, он снимается с соревнований. Вот он дошел до финала, он снимается с соревнований, а спортсмен, который получил травму, получает первое место. Вот это я прошу себе уяснить и отложить в главе. Но это не обязательно в финале, это случится может в любой момент соревнований. Это понятно, нет? Если спортсмен по решению врача не может продолжать соревнования, соревнования, не может продолжать соревнования, он занимает место, то, которое он как бы в этой схватке выиграл, получается. Может быть это 20 место, 5 место, 4 место, может быть и 1 место. А спортсмен, который сделал запрещенное действие, после которого его противник не может продолжать соревнования, снимается с соревнований без места, безо всего. Спортсмен снимается с соревнований, если он не уложился в 2 минуты, отведенной на оказание медицинской помощи. Вот теперь вот этот пункт, когда он снимается с соревнований. Спортсмен снимается соревнований, дискубилифицируется. За грубое и неэтичное поведение по отношению к противнику, участникам, судям, зрителям, за отказ пожать руку противника или за подачу геоги коллега. Часто в этом же время спортсменам и не воспитывает их правильного ручства. Проиграл он, ему так кажется, что спортсмен никогда не проигрывает, это его засудили. Вместо того, чтобы пожать руку, он берет вот так и пошел. Но совершенно четко можно за это снять его соревнований. Не за схватки, а соревнований. Он отказывается подать руку. Или вот это вот за грубое и неэтичное поведение по отношению к противнику. Вот я считаю, что он укусил за грубой, за грубой. Это грубое и неэтичное поведение по отношению к противнику. Ударил его в лицо. Это грубая и неэтичность. За это необходимо, я считаю, снимать соревнования. А не делать предупреждение, как у нас написано в том, что он. Ну и вот за проведение запрещенного приема, в результате которого противник получает травму, и по заключению врача не может продолжать соревнований. То, что я перед этим в очередь подробно вам рассказал. Я рассказал все. Пожалуйста. Идет борьба. Уголовный партнер болевой. Прямая рука, но соперник не дает. На прямом руке начинает уходить мастер. Ни звуком не подает значение. Перпик уходит. Получается, тянет болевой. И прикладываем максимум усилий. Да, блин, злом идет. Здесь идет травма. Вы ни в чем не виноваты. Это его дело не сдаваться. Вы не рвете руку. Вы не делаете резким движением. Вы продолжаете делать болевой. У нас дальше только по сигналу. Или голосовой сигнал. Или неоднократные похлопывания по ковру, по телу противника. Если он не сдается, это его право не сдаваться и получать травму. Но опять, мы же прекрасно понимаем. Рывок это или он просто резко оторвал. Это разные вещи. Если вы курите, если вы совершенно четко понимаете, что такое рывок. В каком это брэкер рва? А когда вы тянете, у него срывается рука. Еще раз говорю. Вы тянете, у него срывается рука. Ясно, что ваши действия кожи продолжаются. Вы не рваливаете. Все, спасибо. Сейчас телеку будем смотреть. Нормально сидит. Сиди, ты будешь. Там меня видно. Ну, все, где рука купится. Пока. Удачи. Почему? Блэккор. Сиди, Faith. Сиди. Пам Сиди, ты красивая рука. Блэк.